Особое мнение на 101FM Это был круглый стол В котором участвовали представители власти Представители администрации Депутаты Приглашены были на эту встречу Непосредственно мамы Многодетные мамы Которые имели возможность напрямую Достаточно эмоционально высказать свою позицию И задать вопросы напрямую чиновникам Вы знаете, хочу начать с какого вопроса Зачастую, ну это не только в нашем городе происходит Зачастую жители простые упрекают Представители власти, что что-то они там замалчивают Что не приходят на встречи Хотя их приглашают И ваш адрес, насколько я помню Помните, когда мероприятие проводилось в начале августа У филармонии Вас тоже тогда упрекали Что вы не пришли и не объяснили И вот все-таки администрация Эту встречу проводит напрямую И дает возможность задать эти вопросы Вот скажите, пожалуйста, почему именно в это время Был назначен этот круглый стол Был назначен И собственно, что вы хотели донести Раскрыть все карты Ну вы знаете, раскрывать собственно какие-то карты нечего Потому что действия администрации всегда открыты И мы не собираемся и не собирались никогда ничего скрывать Все, что в силах администрации Я об этом говорила вот на этом круглом столе Делается Все, что возможно, а порой даже и невозможно К нам обратились депутаты Кировской городской думы С просьбой провести круглый стол И он был организован действительно Кировской городской думой Администрация выступала в качестве приглашенных Попасть туда мог любой желающий Безусловно Абсолютно открытый был мероприятий Конечно, конечно Круглый стол был открыт Единственное, что нужно было просто сказать Поскольку зал имеет ограниченное количество мест Нужно было просто заранее записаться И никаких проблем не было Кто желал, все пришли Вопросы нам задавали Но прежде чем задать вопросы Мы рассказали о том, как обстоят дела на сегодня И мы готовы к такому диалогу в любое время И с любой аудиторией Поэтому говорить о том, что администрация что-то замалчивает Это совершенно неправомерно Сейчас мы подробно пройдемся по тем моментам Которые там освещались Безусловно, у меня тоже много вопросов Как у отца, у которого старший ребенок ходит в детский сад Младший ребенок через полтора года должен будет пойти И мне очень бы хотелось бы Чтобы он пошел, да? Он пошел по месту жительства И не испытывали мы в нашей семье никаких проблем Да, и, кстати, слушателям напоминаю Что есть специальная форма на сайте хкирова.ру Можете заходить, свои вопросы оставлять По теме мест в детских садах Только на этой теме Мы сегодня с Ларисой Анатольевной, напоминаю, сосредоточились И позже на сайте хкирова.ру Будет и аудиозапись программы И видеозапись, а также текстовая часть Я хочу сейчас процитировать слова Которые прозвучали от главы администрации Илья Вячеславовича Шульгина В ходе этой встречи Ну, понятно, что там эмоционально Мамы присутствуют, да, и так далее Что он сказал Как глава администрации города Многодетный отец Могу обратиться к вам и попросить Давайте немного подождем Я цитирую, это он сказал Позиция дайте нам прямо сейчас Сказал Илья Вячеславович Я не знаю, что с ней делать Мне нечего на это ответить Абсолютно Лариса Анатольевна Возьмите, пожалуйста, на себя сейчас ответственность И произнесите то время, ту дату Когда вот эта проблема будет вообще у нас снята Когда мы не будем дискутировать Обвинять друг друга Можете взять на себя такую ответственность? Вот год такой-то, все Все будет хорошо с детскими садами Ну, все будет хорошо с детскими садами Но я боюсь быть, знаете, голословной И у меня, наверное, нет даже оснований сказать точную дату и точный год Но я думаю, что раньше 2022 года мы эту проблему не решим Я могу сказать, на сегодняшний день у нас 143 детских сада В которых сегодня воспитывается почти 30 тысяч детей Если быть точной 29 тысяч 775 детей И на сегодняшний день перед нами поставлена задача Ликвидировать очереди для детей от 3 до 7 лет Поэтому на сегодняшний день вот в этой очереди и 2609 детей Хотя на начало августа было 2235 Количество деток, которые регистрируются с 15-го года рождения Вот эта цифра 2609 Значит, на сегодняшний день я не скажу ничего нового Кроме того, что могу еще раз сказать Вот за этот год, за 2018 У нас уже сдан один садик Вы знаете, в Сидоровке На 75 мест, и он заполнен И сейчас готовится к сдаче В декабре будет сдано еще 6 детских садов Причем, надо сказать, что в тех районах, где они востребованы Чистые пруды Само название говорит за себя Там строится 2 детских сада, они будут сданы В новом строящемся микрорайоне Озерки будет детский сад В Метрограде, в Нововятском районе детский сад В Бурно строящемся районе Урванцево Этих садов будет недостаточно Потому что 1580 мест И я цифру первую уже озвучила Сколько деток нуждаются в садиках Тем более, что мы эти сады строим с ясельными группами Это обязательное условие, да, федерального центра? Это обязательное условие, поскольку это федеральная программа Это обязательное условие И из этих 1580 мест 812 было для деток от 3 до 7 лет Давайте поподробнее об этой федеральной программе Чтобы понимать Она существовала давно? Или это вот-вот какое-то новшество, и мы туда вошли? Но почему-то раньше этого не делали Мы в эту программу вошли Каждый год какие-то программы бывают Вот в эту программу мы вошли Нам на эти цели более 600 миллионов денег выделено Мы очень рассчитываем, что мы и в последующем в такие программы будем входить И вот сегодня у нас уже запросили еще одну готовую площадку С тем, чтобы в ближайшее время приступить к строительству еще детских садов На сегодняшний день у нас такая, знаете, активная очень работа идет С тем, чтобы подобрать площадки Потому что если мы входим еще в такие федеральные программы То, безусловно, площадки должны быть готовы Мы должны туда входить Как только это будет объявлено, конечно, мы в такие программы будем входить Даже без если Но к тому, чтобы войти, у нас готовы должны быть площадки Которым нужно будет, ну, как говорят, привязать проекты этих детских садов Можете сейчас озвучить? Да, я могу озвучить площадки К каким территориям присматриваемся? Я могу назвать эти площадки Они в разной степени готовности Где-то нужно, например, на заводской определить береговую линию Харьковская 6 Там требуется снос законсервированного здания в школу номер 39 Это площадка по Пролетарской 11А Где у нас сейчас межшкольный комбинат работает Который в площадном состоянии находится Мы рассматриваем очень подробно площадки на МОПРО 101 и 103 Там было здание раньше комендатуры Это наша площадка Сейчас нужно нам определить, кто находится поблизости Потому что по определению, вы знаете, что не должно быть никакого производства рядом с садиками Определенно санитарно-защитная зона Мы рассмотрели участок на клубной триаде в Коминтерне Подождите, это возврат старых или строительство новых? Это когда-то давно Я предлагаю просто сейчас не мешать Сначала абсолютно о новых детских Я говорю о площадках, которые мы готовы будем предоставить для того, чтобы строить детские сады Новые детские сады Новые детские сады, конечно, новые детские сады И мы сейчас присматриваем Вот у нас 8 площадок Мы надеемся, что мы еще 2 в ближайшее время найдем Я сейчас не хотела бы озвучивать Но поскольку мы сейчас очень активно работаем со всеми микрорайонами города То буквально вот каждый день появляются, например, какие-то площадки Мы определяем, она может подойти или нет Можно ее отмежевать Или в чьей собственности находится земля Какие основные условия тут играют роль? Что это должна быть за площадка? Каким критериям она должна соответствовать? Ну, во-первых, она по территории должна быть достаточно большой, до 1 гектара Далее она должна находиться вдали от промышленных объектов Ну и, наверное, вот эта территория должна быть востребована Чтобы в этот садик детки пришли Чтобы здесь жили люди, чтобы были дома Чтобы район населенный был Конечно, чтобы нам не в голом поле строить садик Конечно, чтобы сюда дети пришли Поэтому вот все критерии, когда сходятся, мы такие площадки выбираем Когда вы заговорили сейчас о возврате старых детских садов Действительно, эта программа работала С 2009 года, вот, когда говорят, что ничего не делалось Это напрасно, это не так Делалось, делалось немало Недостаточно, но немало Вот с 2009 года было возвращено в казну 16 детских садов Которые в 90-х годах были проданы, перепрофилированы Переданы другим фирмам и так далее Поэтому было построено 9 садов за то время И поэтому, конечно, говорить о том, что ничего не было Давайте мы об этом не будем говорить Поэтому сейчас работа по возврату продолжается Но она уже затруднена Вот все, что можно было вернуть Может быть, помните, магазин «Жасмин» когда-то был Да, конечно, на Володарской Да, на Володарской Он тоже ведь возвращен И так далее Но вот есть сейчас уже такие детские сады Которые были переданы И сейчас их нет смысла возвращать Или из-за их ветхости Потому что там вложений будут, может быть, немногим меньше Чем строительство нового детского сада Или там располагаются какие-то детские учреждения Ну, например, два корпуса Вятской гуманитарной гимназии Где находится начальная школа Их возвращать Ну, во-первых, там очень много работы Конечно, капитального характера Работа, может быть, реконструкция И а куда детей этой гимназии Хоррор лято у нас там Вот на филейке в одном из детских садов Здание оно уже не подлежит возврату И его детским садам уже не сделать Поэтому вот здесь мы тоже Когда рассматриваем эти здания Тоже очень внимательно смотрим Ну, давайте поподробнее вот о тех, да Ну, прежних Не хочется называть их старыми все-таки А тех детских садах, которые ранее построили В советское время еще были построены Чуть позже поговорим Я знаю, что эта информация была озвучена Как раз на круглом столе 32 объекта в настоящее время Вы рассматриваете их возврат Мне хотелось бы Так, я хочу спросить у нашего звукорежиссера Максим, скажи нам, можно без перерыва Сейчас обойтись и продолжать Или перерыв нам все-таки сделать Перерыв сделать? Нет, можем продолжать Хорошо, просто вопросов много Тема животрепещущая Давайте продолжаем Новые детские сады Шесть их в этом году Они должны быть сданы Еще раз напоминаю, что это Два детских сада в чистых прудах Один в Урманцево Один в Озерках Один в Новоавятском районе И в районе Метрограда Как раз новость недавно была И это общедоступно Что строительство там идет полным ходом Строители трудятся и денно и ношно Совершенно верно Все для того, чтобы успеть Три смены Идет работа Разная степень готовности Но они были заложены в разное время Но все детские сады в декабре будут сданы Комплектование будет январь-февраль Поэтому мы очень рассчитываем Это, конечно, будет Что у нас пройдут подвижки То есть детки, например, из чистых прудов Сейчас ходят в детские сады в центре Или у дружбы И понятно, что они будут Или еще дальше Может быть, еще дальше Они будут ходить в детские сады Которые будут в чистых прудах Соответственно, мы понимаем Что освободятся места В названных микрорайонах И туда пойдут дети Те, которые находятся сейчас в очереди Насколько это оперативно Произойдет перераспределение? Ну, вы знаете, я не могу сказать Что это в течение недели произойдет Но эта работа уже начинается Но это все будет в текущем учебном году Это будет все в этом, конечно Нет, нет, нет Это будет сразу же Как только начнется комплектование В январе и феврале Так эта работа начнется Я думаю, что мы к марту Окончательно закончим И вот эти 1580 мест Они будут у нас заполнены Лариса, Антон, тут не могу не спросить Все прекрасно понимаем Что когда вот так В сжатые сроки возводится объект Это все-таки чревато определенными рисками Что-то пропустили Что-то некачественно сделали Быстро-быстро Одно на другое Нет? Я в этом плане Действительно таких опасений Знаете, вот у меня в этом плане опасений нет Я тоже первоначально такие вопросы задавала В таком темпе уже строились детские сады У нас в городе Да, у нас в городе И здесь вся технология соблюдается Очень длительный процесс подготовительный Это когда готовят площадку Межевание Да, вот это все подготовительные работы Заключение контрактов Это все очень долго Но когда строители приходят на площадку Они начинают работать очень быстро Вот если вы наблюдали, как идет строительство Вот в чистых прудах Мы же туда Ну раз Если не раз в неделю То раз в две недели точно выезжаем И поэтому вот прямо на глазах Происходят изменения Тем более, что Должны ведь еще и благоустроить территорию Без территории Детские сады сданы Не могут быть Что там на территории? Там обязательно спортивная площадка Обязательно игровые площадки Теневые навесы Травка, цветочки, дорожки Это все должно быть Ну в этом году, видимо Уже не получится этого сделать Разбить газоны Не настаиваемся на газоны и деревьях Потому что вы сами понимаете Что вот поздно осенью уже сажать бессмысленно Наверное, лучше весной посадить Чтобы действительно молодые деревца, кустарники Прижились и потом росли Поэтому вот эти работы Может быть, могут быть оставлены Все остальное будет обязательно сделано И сделано будет качественно Потому что приемочная комиссия очень строгая И никакого брака, никаких дефектов допущено не будет Может быть, какие-то скрытые работы Тут очень трудно говорить И говорить, что этого не будет Видите, это одно из самых опасных вещей Когда что-то потом в процессе эксплуатации уже вскрывается Ну вы знаете, во-первых, есть гарантийный срок Строительные фирмы наши до пяти лет Строительные фирмы все наши, кировские Поэтому я думаю, что с устранением вдруг обнаруженных Каких-то скрытых недостатков проблем не будет И департамент образования, и наш УКС Это держит все на строком контроля Поэтому я думаю, что вот в этом плане Давайте мы не будем нагнетать И будем надеяться, что все будет хорошо Эти проекты, они типовые? Вот этих детских садов? Они типовые, но все-таки каждый имеет какую-то свою особенность И в зависимости от того, какая площадка, где находится Но в принципе они типовые Слушайте, огромный объем работы нужно успеть сделать до декабря Это ведь и подключение к водоснабжению Это уже все сделано Это уже все сделано Это уже все сделано Все сети уже сделаны, конечно Контуры уже в зданиях сделаны Сейчас самое основное начинается отделочная работа Но это тоже, вы понимаете, что тоже ответственно Потому что определенные материалы Те, которые требуются по СанПинам Современные требования совершенно другие, нежели были раньше Вот еще и по этой причине Очень сложно возвращать в садики Потому что все требования изменились И ширина проемов, конечно И ширина лестниц Сейчас совершенно другие требования Поэтому иногда вот в старых садиках Практически невозможно устранить предписания надзорных органов Может быть по этой причине тоже не стоит Некоторые садики рассматривать в качестве возвратных Еще раз повторите, пожалуйста, дату Когда уже маленькие постояльцы туда Маленькие воспитанники Дату я не называла Я сказала январь-февраль Да, подловить котел Январь-февраль Да, хорошо Потому что сейчас одновременно идут торги по закупке оборудования К нему тоже определенные требования Поэтому когда мы туда зайдем Все будет уже готово И мы будем готовы принимать детей Так, вопросы давайте кадров все-таки затронем Кто будет работать в этих новых детских садах Эта тема озвучивалась На круглом стали 144, по-моему 144 сотрудников много детских садов нам будут нужны Сейчас уже заведующие детских садов, конечно, над этой проблемой работают Мы очень плотно над этим вопросом работаем И прежде всего с нашим педагогическим колледжем Который готовит специалистов в области дошкольного образования Безусловно, сюда придут студенты сначала на практику Потом мы их приглашаем к нам работать Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы нам начать подготовку Целевую подготовку воспитателей детского сада с следующего года И меня очень порадовало Мы разговаривали с проректором нашего государственного университета О том, что будет подготовка воспитателей детских садов дошкольное образование И будет уже 20 бюджетных мест на дневном отделении Вот я думаю, что мы встретимся с руководством университета И будем говорить о том, чтобы нам заключать целевую договор Это уже работа на дальнейшую перспективу Это работа на перспективу Но на сегодняшний день У нас, конечно, есть воспитатели, которые, может быть, не работают по специальности Те, кто, может быть, давно не работают Для этого мы разговариваем с нашими центрами повышения квалификации Институтом развития образования С тем, чтобы они прошли переподготовку за это время Но ни одна группа, конечно, без воспитателей не останется И центр занятости подключен То есть работа вот эта началась еще летом Да весной, наверное, даже Потому что подбор кадров это главное Можно построить великолепные детские сады Кто воспитывать будет, вот вопрос И мы этим озабочены прежде всего Я знаю, что там на встрече прозвучало предложение От активных мам, которые присутствовали Мол, давайте попробуем Если у воспитательницы, у воспитателя есть ребенок Давайте мы его сюда будем пускать В этот новый детский сад И маме будет проще работать Мы же мамам это объяснили У нас была такая льгота Но эта льгота не соответствует федеральному законодательству Поэтому нам пришлось ее отменить И мы говорили о том, что нужно выходить с этой инициативой Но с инициативой нужно выходить уже не на муниципальный уровень И даже не на областной Нужно выходить на федеральный уровень Пересматривать список людей Которые имеют право приоритета Кто имеет право, какие льготные категории А так льготные категории определены законодательством Но согласитесь, чисто по-человечески это такое разумное предложение Ну почему нет? Конечно, конечно Вот раньше так и было Когда еще я свою дочку в садик водила Так вот оно и было Ну вот видите, законодательство меняется Поэтому говорить о том, хорошо это или плохо Это нет смысла Так есть Если мы хотим это изменить Значит нужно предпринимать действия В рамках правового поля А всевозможные обслуживающие персоналы В этих детских садах? Сантехники, технические какие-то работники? С этим, конечно, легче, нежели с воспитателями Я думаю, что мы укомплектуем каждый детский сад Потому что заведующие этими вопросами, конечно, занимаются И департамент образования держит на контроле Укомплектованные детские сады будут Середина декабря это будет ближе к Новому году уже Вот сейчас можно говорить уже более конкретно Нам бы очень хотелось И об этом идет речь Чтобы в период с 10 по 15 декабря Сады были сданы И, соответственно, туда Приемная комиссия туда приехала Все это осмотрела Конечно Хорошо, остается 3 минуты до рекламной паузы Давайте о перспективах именно строительства новых детских садов Уже на следующий год поговорим Какие сейчас уже есть понимания в этом отношении? На следующий год мы пока не можем говорить о строительстве большого количества садов Потому что нет еще понимания Насколько мы войдем в федеральную программу федерального финансирования Не объявлено А когда заявки будут подаваться? Поэтому заявки всегда уже поданы Мы уже знаем Конечно, как только все будет объявлено Мы заходим в программу У нас и площадки есть, и заявки есть И понимание, сколько нам надо Поэтому все будет зависеть от той суммы, которую нам озвучат И я думаю, что мы в течение следующего года Если бы все сложилось Даже как в этом году То было бы еще 6 детских садов Но давайте мы не будем загадывать Вот когда будет все объявлено Вот тогда мы уже придем и скажем Что мы будем строить в 2019 году Столько-то детских садов А вот когда глава администрации Лея Шульгин На этом мероприятии озвучивала Что за 6 лет в Кирове может открыться 20 новых детских садов Это имелись в виду действительно новые Построенные с нуля Или это возвращенные в том числе? Конечно, новые Новые за 6 лет 20 детских садов Нам нужно Потому что, чтобы удовлетворить потребность А потребность в ближайшие годы не будет меньше Здесь ведь еще есть Не меньше малышей Малышей будет не меньше Их будет больше Мы уже по этому году заметили У нас очередь была значительно меньше У нас за последний год приехало 800 Ну их, наверное, больше приехало семей Но на 800 человек у нас увеличилась очередь То есть это детки от 3 до 7 лет Которые к нам приехали в город Вот, кстати, не слишком понятные, да, считаю Поясните, пожалуйста, вот эти данные Что у нас растет число деток За счет еще и переезжающих из района Конечно, а как же На мой взгляд, тут немножко Смысл ситуации в другом Возможно, те молодые родители Ну, может, уже не молодые Которые давно живут и трудятся в областном центре Но при этом прописка у них В районе где-то области Они здесь рожают детей Соответственно, они прописывают Детей в районном центре у себя дома Потом, возможно, приобретают жилье в Кирове И уже здесь регистрируются Может быть, эти случаи тоже имеются в виду Вы знаете, вот это никто не отслеживал Или действительно, они взяли Чемодан испаковали В том числе и так Едут в областные центры В том числе и так Это и студенты, которые здесь остаются Из районов города Это и те, кто действительно По разным причинам уезжают С насиженных мест и приезжают в город И эта миграция, она ведь не прекратится На это рассчитывать было бы неправильно Поэтому я думаю, что это в ближайшие годы Будет продолжаться Потому что вот в последние три года у нас есть Там динамика 300 человек, 500 человек, 800 Поэтому меньше Но это будет всегда Это всегда нужно учитывать Это всегда было, есть и будет, конечно Но в таком количестве ведь не было такой миграции Сейчас это есть Ну, к счастью или к несчастью Но из других регионов сейчас в Киров приезжают И он становится интересным и привлекательным Поэтому, конечно, тоже надо учитывать И вот задачи по строительству новых садов Возврату старых Эта задача, она, мне кажется, на ближайшие 5-7 лет Присутствующие на круглом столе мамы Опять же, в порыве эмоциональном Высказали предложение А давайте мы, мол, будем в первую очередь давать детские сады Тем, кто родился в Кирове, тем, кто давно живет А те, кто приезжает, давайте им там что-то по остаточному принципу Я слышал, как отреагировал Илья Шульгин на это предложение Давайте, он сказал, не будем делить детей на первый сорт, второй сорт и так далее Вот совершенно верно Вы с этим тоже не согласны Вы понимаете, мы правовое государство, мы все граждане России У нас у всех равные права Если человек поменял место жительства, он не второго сорта Это такой же гражданин И если у нас очередь строится по принципу даты рождения То это независимо от того, где ребенок родился, в Ржуме или в Кирове Он живет в Кирове и имеет точно такие же права Поэтому здесь я, мам, понимаю, они эмоциональны очень были И, может быть, иногда не всегда, честно сказать, справедливы Но их понять тоже можно Но я думаю, что в решении таких вопросов эмоции надо убрать Надо просто включить разум И разговаривать с уважением друг к другу Слышать друг друга И стараться понять Я понимаю, что ситуация очень сложная И мама, услышав, что вот в этом году не будет места детскому саду Наверное, вправе расстроиться, разгневаться Ну, мы люди взрослые Давайте как-то будем все-таки держать себя в руках Еще присутствующие мамы выразили недопонимание Почему нельзя организовать распределение мест в детских садах По месту прописки Да, был такой вопрос Глава департамента образования Александр Петрицкий Ваш коллега сказал, что, например, в старой части города это невозможно Потому что не так много Я объясняла это и на встрече Вы понимаете, если нам строго Вот как предлагают мамы Строго к каждому дому Или к каждому садику прикрепить каждый дом То тогда можно ждать годами этого места Потому что если в этом детском садике Мест больше нет А пойти больше ребенок никуда не может Тогда он будет ждать сколько лет Голод? Два, три? И вот на сегодняшний день Все равно получается, что Учет места жительства есть Когда вот нас в этом упрекают, что там дают только в русском Прежде всего, когда родители подают заявление на предоставление места в детском саду Они указывают желаемые детские сады То есть шаговой доступности И когда начинается распределение путевок Ровно так и поступают работники департамента образования Они сначала предлагают детские сады по приоритету В таком-то, в таком-то и в таком-то Но поймите, что в каждом Напомню, что родители имеют право в три детских садика Да, большинство этим и пользуется Большинство три указа И даже четыре указывают Мы не возражаем Им предоставляются возможности вот в эти детские сады Но если в этих детских садах выпуск 25 человек Мы туда не можем 125, правда же, направить Поэтому, конечно, сначала предлагаются места в близлежащих садиках Затем в тех, где места еще есть И потом уже на выбор родителям предоставляются места вот там, где они остались Вот часто звучит ленга, соворусский Действительно так и есть Предлагаются места в группах краткосрочного пребывания от трех до пяти часов Конечно, не каждую маму устраивают Но вот нам известны случаи, когда ребенок ходит, например, на три часа Потом мама приходит, его кормит, он дома спит И она его снова приводит еще раз на три часа и уходит на работу Такие случаи тоже есть То есть каждая семья в данной ситуации непростой Сама тоже какое-то решение ищет Дальше, вот понимаете, количество мест от того, что мы бы изменили каким-то образом Правила формирования очереди Количество мест от этого бы не увеличилось Вот есть очередь 2609 мест? Она такой бы и была И по месту жительства, при всем нашем желании, пока не суметь Вот это тот, на сегодняшний день, я подчеркиваю, тот вариант, который был принят И был согласован с прокуратурой Потому что прокуратура очень четко отслеживает, чтобы очередь, установленная по порядку формирования очереди, соблюдалась И вот здесь я могу дать точно гарантию, что очередь соблюдается И тут это даже обсуждать не надо Очередь соблюдается очень строго Другие принципы, да Вот сейчас я перед собой поставила задачу изучить опыт других регионов Ну вы знаете, что я недавно в должности, да? Поэтому я считаю для себя необходимо изучить опыт других регионов, посмотреть Потому что ведь не только у нас эти проблемы По как раз решению этих вопросов По решению, нет, по формированию очереди Какие еще пути находят Что делается Поэтому вот опыт будет изучен Я думаю, что мы все то, что оптимальное Вот то, что наработано, положительное Мы тоже воспринимать будем Зачем же изобретать велосипед, если он уже изобретен Поэтому будем работать Лариса Копсова, заместитель главы администрации Кирова Именно с Ларисой Анатольевной мы беседуем О местах в детских садах Полностью только этому посвящена наша передача Сейчас будет небольшая рекламная пауза Мы скоро вернемся Да, продолжаем нашу беседу Лариса Копсова, заместитель главы администрации нашего города Еще один вопрос Озвучу от родителей Прозвучавший на круглом столе Лариса Анатольевна Перед тем, как мы перейдем к теме возврата тех детских садов Которые были построены еще в советское время Мамы выразили недопонимание Опять-таки очень эмоционально Почему ребенок в детский садик По месту жительства идет не в три года А в три с половиной В три и семь В три и восемь Прокомментируйте, пожалуйста Ну, у нас задача сейчас стоит, чтобы обеспечить деток местами в детских садах от трех до семи лет Мы не можем каждый день, у нас дети рождаются каждый день и не по одному И мы не можем в течение года с 1 января или с 11 января и до 31 декабря принимать детей и формировать группы Ну, это понятно В этом имею в виду, что три исполнилось и пошел Да, три исполнилось 11 января и пошел Там три исполнилось 25 февраля и пошел Но так никогда не было Так никогда и не было Да что вы Ну, конечно, это мамы молодые Они еще молодые Действительно, они не помнят Пожалуйста, свой материнский опыт У меня дочери исполнилось Господи, раньше же в Ясельке еще были Раньше же были комбинаты, а не детские сады Ясельке было не с полутора? Ясельке с годика, потому что годик только маме можно было сесть с годика У меня дочери 19 января исполнилось годик И пошла она у меня в Ясельную группу в сентябре этого же года Вот как решали вопрос, это уже проблема была нашей семьи То есть это и моя мама, бабушка по сменам, и муж по сменам В общем, ребенок, как говорили, на перекладных Но так или иначе, учебный год в детских садах начинался тоже Либо в августе, либо в сентябре Вот моя дочь пошла в сентябре То же самое у меня было с внуками Поэтому говорить о том, что вот как исполнилось три годика, так и пошли, нет Начинается учебный год с 1 августа У нас заканчивается учебный год в июне Деток в июне выпускают Они у нас уходят в первый класс И после этого группы готовятся и принимают новых малышей Поэтому учебный год в детских садах тоже начинается Ну, правда, с 1 августа Итоги мы подводим в 1 сентября Потому что кто-то уехал, кто-то перестал ходить Кто-то не будет ходить, потому что часто стал болеть Родители принимают решения И поэтому в сентябре месяце мы подводим окончательные итоги Сколько же деток будет ходить у нас постоянно И вот я хотела на еще один момент обратить внимание Потому что тоже мамочки часто несправедливо нас упрекают в том, что Вот ребенку дали садик в Ленгасово, из очереди он вышел Ничего подобного Все родители, кто получили места в детских садах Не по месту жительства Они все остаются в очереди На учете, да? Конечно И имеют такое же право потом на получение места по месту жительства Поэтому мамы могут не беспокоиться Они остаются все в очереди И в департаменте образования им об этом скажут Так, вот вопросы поступают от слушателей Я думаю, что сейчас вы услышите ответ от Ларисы Анатольевны на свой вопрос Статьяна интересуется в частности детскими садами Ну так скажем, ну хоть не в центре города Но в тех районах, которые уже давно застроены Тут, конечно, проблематично, да? Как мы раньше говорили, строить новые детские сады Но все-таки перехожу к теме так называемого возврата Детских садов по их, собственно, целевому назначению По которому они строились В Аме на круглом столе была озвучена информация Что в настоящее время 32 таких объекта рассматриваются И вот уже на острие прям 4 объекта Давайте мы скажем, что мы знаем, что 32 объекта Они когда-то были детскими садами Это в общем и целом по областному центру В общем и целом, да Вот я уже сегодня назвучивала цифру То, что 16 было возвращено Вот у нас в реестре 32 объекта Которые находятся сейчас Другие совершенно организации Вот в бывших детских садах Некоторые из них, и мы сразу об этом говорим И мы не скрываем, нет смысла возвращать Уже из-за их ветхости и года постройки Но при этом они работают Что-то в них еще происходит В них что-то происходит, не связанное с детством Потому что получить лицензию Соблюсти все нормы СанПИНА И пожарной безопасности В садиках, построенных в то время Сейчас просто невозможно Это реконструкция, а это порой дороже Нежели построить новый детский сад Часть детских садов занимает Организация социальной сферы Поэтому, наверное, тоже было бы нецелесообразно И потом за эти годы А это же в 90-е годы происходило За эти годы вот эти детские сады Претерпели такие изменения Что сейчас их возврат зачастую нецелесообразен Перепланировка, перестройка, переделка Конечно, это безусловно Поэтому сейчас мы же по каждому объекту Подходим очень серьезно И практически за эти три месяца Мы объехали, наверное, 80% всего того фонда О котором мы сейчас с вами говорим Как в целом у вас ощущения от увиденного? Ну, я хочу сказать, что те организации Которые там находятся Они в большей мере содержат в порядке Это проводит и текущий капитальный ремонт И здания в хорошем состоянии Но они уже не функциональны Пожалуйста, вот на Пролетарской Был когда-то давно детский сад Я могу номер дома, по-препому, 26 Угол Октябрьского проспекта Сейчас центр занятости городской там находится Он совершенно великолепный Конечно, в хорошем состоянии содержится Все чисто Но там прошла такая перепланировка Что если сейчас его пытаться возвратить в детский сад А это будет сад всего на 100 мест То мы затратим огромное средство Не получив должного эффекта Поэтому сейчас рассматриваются те детские сады Которые еще можно возвратить И которые можно привести в порядок Без такого вложения средств Давайте, Гайдары 4 Гайдары 4, да Сейчас в 2010 году этот детский сад был передан О частной школе Наша школа Вот они там находятся сколько? 8 лет Там сейчас обучается Ну вот, по последним данным 54 учащихся Вот мы им предлагаем другое здание Это здание бывших яселек На Куртиково 2Б Да Вот долгие годы Но используются под спортивно-оздоровительный центр Но сейчас выделены уже средства Уже выделены средства Поэтому мамы тут напрасно беспокоятся Тех, кто учится в этой школе Будет проведен капитальный ремонт Этого детского сада И мы готовы его передать нашей школе Тем более, что по просьбе директора школы Он просил оставить их на предстоящий учебный год И это даже не вызывало никаких споров Сразу же было сказано Мы готовы И до 31 мая они будут учиться В том здании, в котором сейчас находятся Вот им одновременно будет предоставлено Другое здание Чтобы они устраивались там уже по своему усмотрению Как будет им удобно Ну, а тот детский сад, который они занимаются Конечно, он нуждается в перепланировке Поскольку там ими была произведена перепланировка Вот территория нас устраивает Для детской школы Вот этой вот нашей школы Им большой прилегающей территории не требуется А для детского сада Нужна территория Еще по этой причине мы зачастую не можем возвратить садики Поскольку уже территория, которая была в территории детского сада Утрачена, да А для прогулки, вы сами понимаете Должна быть определенная территория Ну вот с этим адресом Гайдара 4 Как раз вопрос связан нашей слушательницей Ольги Она спрашивает, будет ли этот ремонт полноценным И под ключ, чтобы занятия можно было проводить Начиная с сентября 2019 года Я уже только что ответила Да, что деньги выделены Смета составлена, деньги выделены Наш УКС произведет капитальный ремонт Так, Сурмовская 38А Ну это здание тоже бывшего детского садика Его занимала микрохирургия глаза Вот там второй этаж в хорошем состоянии Первый этаж, конечно, нуждается в большом ремонте Но по нему есть большие вопросы Поэтому мы его рассматриваем Работаем по этому направлению И если мы сумеем его вернуть То, наверное, это будет неплохо В том микроорайоне есть Ну еще у нас был... Клубная 3А Клубная 3А Там тоже был когда-то детский сад Это в Коминтерне Это в Коминтерне, да Там тоже востребованы сады Там когда-то был детский сад Но сад был небольшой И здание сейчас как раз и будет проходить обследование Что там лучше сделать Или этот сад реконструировать Или построить новый Потому что я еще раз повторюсь Что иногда построить новый дешевле Нежели восстановить старый Ну можем мы цифру озвучить? Я вас как раз в перерыве спрашивал Сколько сейчас стоимость проекта Типового детского сада Ну вот вы знаете У всех разно Это может быть... Ну это зависит, конечно, от региона Это от региона зависит И от микрорайона, и от проекта, и от площадки Ну вот от 110 миллионов рублей Поэтому это, конечно, затраты очень существенные И надо тоже это как-то понимать Если бы не федеральная поддержка Безусловно, вы абсолютно правы Муниципалитет не потянул бы это Нет, нет Мопро 101-103 вы уже упоминали? Я уже об этом упоминала, да Если площадка нас вполне устраивает Это и центр города разгрузила бы детские сады Здесь единственный вопрос Потому что напротив находился когда-то Кто понимает, о каком микрорайоне идет речь Завод спортооборудования Нам важно понимать, что там находится сейчас И разрешат ли нам надзорный орган Там построить детский сад Ну вот еще слушательница Оксана Мы с вами до начала беседы в эфире об этом говорили Упоминают здание бывших детских садов На труда 48 и труда 72Б И мы посмотрели по карте Где это располагается Ну да, центр города, октябрьский проспект Тут Володарского Но вы сказали, да Что вполне возможно Что как раз вот эти объекты Они трудно их вернуть Вот мне Я просто вот Знаете, сходу Я обещаю, что я на этот вопрос Обязательно отвечу Можете озвучить номер, да Да, 760302 Это мой рабочий телефон Я обязательно по этим двум адресам узнаю Точную информацию Но насколько я вот сейчас представляю Там когда-то был колледж полицейской ассоциации Не могу сказать Об этом ли здании я говорю Но давайте сделаем так Как я уточню Обязательно отвечу на этот вопрос К сожалению, не все вопросы успели осветить Конечно, связанные с местами в детских садах Ну что, это повод пригласить вас еще раз И побеседовать на эту тему Большое спасибо, что уделили нам внимание Лариса Копысова Заместитель главы администрации нашего города Всего доброго До свидания До свидания